На площади Михайловской береговой батареи состоялся 7-й Большой Севастопольский офицерский бал. В этом году он прошел под знаком двух юбилеев – 75-летия Великой Победы и 180-летия со дня рождения выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского. Какие танцевальные подарки и сюрпризы ждали гостей события, расскажет Екатерина Вяткина. Несмотря на то, что в этом году из-за ограничительных мер не все смогли присутствовать на этом мероприятии, однако бал не потерял свою актуальность. Сегодня Михайловская батарея сияет великолепием, окуная нас в атмосферу изящества, грациозности и красоты. Принимают участие в этом событии 800 человек. Подготовка участников к балу началась еще в июле. Однако на репетициях многие военнослужащие бывали редко, потому что готовились к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». И в этом году крылатое выражение с корабля на бал обрело свою естественную значимость. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов отметил, что учения стали главным экзаменом для Черноморского флота Южного военного округа, которому верховный главнокомандующий Владимир Путин дал высокую оценку. Как исторически сложилось в офицерском корпусе России, когда офицеры после заслуженной победы, великой победы возвращались домой своим любимым женам, дамам. Приходили и заканчивали это великое сражение таким замечательным мероприятием, празднованием этого сражения. Поэтому для нас сегодня, наверное, это будет продолжением нашего учения и большой-большой точкой его окончания. Дмитрий и Виктория Тремба представляли Северный флот. Третий год подряд они приезжают в полюбившийся им город морской славы. И каждый раз для них участие в бале торжественно и волнительно. Наверное, проще пройти строевую подготовку, чем станцевать на паркете вальс со своей дамой. Я люблю танцевать. Я готова танцевать везде, особенно со своим мужем. Сергей и Юлия Хлебниковы из Санкт-Петербурга. Пара растит двоих дочерей. Старший пять лет, а младший нет еще и двух месяцев. Времени на подготовку было мало, всего неделя. А опыт в танцах только любительский. Несмотря на это, все трудности, связанные с обучением, Сергей и Юлия преодолели с легкостью. А любимый танец пары – вальс пяти флотов. Это настроение, это атмосфера, это любовь, это абсолютно чудесное мероприятие, наверное, с помощью которого у многих пар может тоже зародиться что-то новое и необычное. Огромное спасибо хореографам, балетмейстерам. Они помогают абсолютно каждому, не оставляют ни в коем случае в беде, при возможности подсказывают. В этом году, кроме классики, в сценарии события организаторы внесли много новых сюрпризов. Например, впервые в истории балов номер открытия «Песенный». Создан он по мотивам опереты «Севастопольский вальс». Михайловская береговая батарея утонула в звуках мелодии Чайковского, Вердия, Шопена, Шостаковича, Штрауса, Мендельсона и многих других известных композиторов. Пары закружились в венском вальсе, мазурке, фокстроте, танго, русской кадриле, неаполитанской тарантелле. Не обошлось и без военно-морского танца «Яблочко». В этом году, кроме классики, организаторы включили в музыкальную программу «Песни военных лет». Уже несколько лет подряд одной из неизменных бальных традиций остается предложение галантного кавалера своей возлюбленной. Вот и в этом году на центральной площади Михайловской береговой батареи ответ «Да» прозвучал трижды. «Карина Александровна Папур, ты выйдешь за меня замуж?» «Песни военных» «Песни военных». «Карина Александровна Папур».